Друзья, всем привет! И прямо сейчас я нахожусь во Владимирской области в городе Александров. Город основан в 1778 году. Административный центр Александровского района Владимирской области, это четвертый по величине город области, является туристическим центром на Золотом кольце России. Население города на сегодняшний день составляет порядка 130 тысяч человек. И в который я приехал для того, чтобы поработать водителем в пассажироперевозках от сервиса Индрайвер. Индрайвер появился в Якутске, городе, где очень холодно зимой. В 2012 году в новогодние каникулы температура воздуха опустилась ниже 45 градусов. В этот момент службы такси в один день подняли цены в полтора раза. Тогда на волне народного возмущения студенты создали группу в социальной сети ВКонтакте и назвали ее независимые водители Independent Drivers, Индрайверс. Участники группы публиковали маршрут и цену, которую они готовы заплатить за поездку. Водители связывались с заказчиками и выполняли заказы. Всего за полгода в группу вступили 60 тысяч участников, и она продолжала расти. Через год группа перешла в компанию Cynet, которая создала на ее основе высокотехнологичный сервис перевозок. Так появился Индрайвер с первого дня, противостоящий диктату централизованных служб и сервисов такси. И вот в этом видеоролике я разберу на собственном примере, что такое Индрайвер, какие у него плюсы, какие у него минусы. Мы покатаем в реале живых людей по приложению, посмотрим, сколько удастся заработать. Более того, я расскажу всем тем, у кого есть деньги, как можно зарабатывать на таких агрегаторах, инвестируя в них. Здесь все максимально честно и прозрачно. Потому что сейчас Индрайвер активно открывается в небольших городах с населением до 200 тысяч жителей и ищет партнеров, которые помогут это сделать. Если ты хочешь стать одним из них, помочь запустить сервис в своем городе и зарабатывать на этом, переходи по ссылке в описании и заполняй вот эту заявку. С тобой свяжется менеджер и все тебе детально расскажет. Этот сюжет будет действительно интересный и полезный. Мне интересно, кто мне сегодня выпадет, какие будут ситуации на дороге, какие будут пассажиры. Интересно с ними пообщаться. Ведь когда-то у меня бизнес был в Москве, свой салон был, я был актером. В общем, друзья, пойдемте в автомобиль, я покажу, как я его переделал под рабочую студию. Но в первую очередь оцените уровень моей подготовки, моей стации. Мог бы быть ФСБшником. Здесь у нас установлена экшн-камера, звук, дополнительный микрофон выведен для заднего пассажира, чтобы если вдруг кто-то захочет присесть сзади, мы его с вами могли хорошо слышать. Ну и дополнительный микрофон у меня для того, чтобы этот сюжет был вам максимально интересен и приятен для просмотра. А сейчас давайте я вам расскажу основную фишку сервиса InDriver. Вот представьте себе ситуацию. Допустим, вы пассажир или вы сейчас активно работаете в такси, но сервисом InDriver вы никогда не пользовались. В чем его основная особенность? Например, если вы пассажир, заказываете машину из пункта А в пункт Б, вам пишут 900 рублей. Из-за того, что пошел дождь или еще что-то, в общем, поднимается коэффициент. В сервисе InDriver основная фишка такая, что вы изначально договариваетесь о цене. То есть, привожу вам простой пример. Вы хотите уехать из пункта А в пункт Б и говорите, я поеду за 400 рублей. Я как водитель получаю заказ и вижу, так, прежде чем его оформить и согласиться на него, о, далеко, я поеду туда за 600 рублей. И здесь мы с вами начинаем договариваться. Плюс ко всему сюда могут подключаться остальные участники, тем самым образуется некая конкуренция. И, например, мы с вами договорились, что туда мы поедем за 500 рублей. Вас устраивает, меня устраивает, бьем по рукам и машина отправляется к вам. И тем самым вы, как пассажир, получаете свою выгоду. Вы, как потенциальный водитель InDriver, получаете свою выгоду. То есть, вы не поедете хрен знает куда, узнав, что туда стоит 150 рублей. Ну, а вы не поедете за 900 рублей. Ситуации бывают разные. Может быть, все немного иначе, но суть одна. Вы поняли, что прежде чем куда-то поехать, мы сейчас с людьми будем договариваться. Но прежде чем начать, нужно в приложении зарегистрироваться. Это происходит на изи. Вот 3 плюс 2 равно сколько? 5. То же самое и здесь. Все очень легко. Работает все элементарно. Вы заходите в приложение. Я в нем уже зарегистрировался. Регистрация, ребята, занимает, ну, 3-4 минуты. Как это происходит? По шагу вы все выполняете. Вам нужно загрузить фотографию профиля. Вы загружаете для регистрации ваши права лицо-оборот, СТС машины лицо-оборот, плюс фотографию вашего автомобиля. Паспорт в развернутом виде фотографировать не нужно полностью. Фотографироваться с паспортом тоже не нужно. То есть регистрация проходит максимально быстро, легко и просто. И дальше вы ждете сутки, пока система проверит ваши данные. После чего подтверждает то, что вы можете работать. Если вы пассажир, то для вас еще проще. Вы скачали, установили, заходите и уже можете тут же начинать пользоваться сервисом. Важно понимать, что если вы работаете, например, на своем автомобиле и переживаете, что ваш автомобиль попадет в базу, как рабочий в такси, сервис информацию третьим лицам не предоставляет. Сам он, ваш автомобиль, в базу данных, как работающих в такси, не заносит. Но вот здесь есть один очень важный момент, который вы должны сейчас внимательно услышать. Индрайвер дает возможность вам зарабатывать на перевозках. Но он не несет ответственность и не решает ваши вопросы по получению лицензии для работы на перевозках. Поэтому, если вы хотите здесь зарабатывать на перспективу надолго, и чтобы у вас никогда не было никаких проблем с ГАИ, вы должны соблюдать закон, вы должны получить лицензию, вы должны сделать все самое необходимое. Что для этого нужно? По ссылочке в описании краткая информация будет. Поэтому, друзья, имейте в виду, хотите легально и честно зарабатывать с Индрайвер, вы можете это делать запросто. Ну и нужно начинать все остальное, как я здесь оказался и так далее. Я вам расскажу в процессе. Смотрите, вот так вот все начинается. Первые заказы, которые выпадают примерно 600 метров за 100 рублей. За 100 рублей, ребята. Вы думаете, я откажусь? Надо брать для того, чтобы прощупать почву, потому что для меня это первый опыт. Так, Гагарина 11, он мне сразу строит маршрут, куда ехать. То есть я уже понимаю, забрать человека и довезти до Сбербанка. Предложить свою цену. Я назову 150. Укажите время прибытия. Назову 5 минут. Предлагаем цену и ожидаем ответа. Соответственно, вот так происходит торг. На основании этого человек сейчас должен принять решение, будет он ехать со мной за 150 рублей или нет. Опять же, у меня может открыться профиль, где увидит он, ага, белый бумер, да ты что, надо ехать. Но посмотрим. Пока что тишина. Не захотел он ехать за 150 рублей со мной, точнее она. Попробуем согласиться на ее условия. Принять за 100 рублей. 5 минут подача. От волнения у меня даже затряслись немножко руки и голос. Как это мы не поедем даже за 100 рублей? Ну ничего страшного, будем ждать следующий заказ. Эй, за 100 рублей я готов. Где ты? Прими заказ. Дай мне эту сотку. Тишина. Ну а дальше началась моя рыбалка. Я, естественно, пытался навязать всем клиентам цену побольше. Я ставил 150-200 рублей. И думал то, что вот сейчас кто-то на мой бумер клюнет. Но потом, когда я понял, что никому я нахрен не нужен со своим бумером, я начал соглашаться на те условия, которые предлагают люди. И поймал свой первый заказ. К счастью, заказы сыпались. Примерно за 7-8 минут выпало около 5 заказов. Итак, ребята, я поймал свой первый заказ. За соточку мы сейчас полетим забирать Ирину. Надо тоже это, шевелиться. Человек-то ждет. Блин, я же даже разнервничался немножко. Маршрут перестроен. Перестроен. В какую сторону-то он перестроен. Так. Мы сейчас вот так, да? В общем, объясню, как вообще я оказался в этом городе. От компании Драйвер было предложено ряд вариантов. Можно было работать и по Москве, и по Питеру, и по другим городам. Они говорят, мы сейчас активно развиваемся в городах с населением до 200 тысяч человек. Как вариант предложили Александру. Говорят, там у нас даже работал как-то Дима Гордей. Я думаю, почему нет? Поеду, посмотрю, заодно прокачусь. И вот таким образом я здесь оказался. Ехать мне по навигатору 5 минут. В общем, я отключаюсь. И встретимся мы уже с вами, с пассажиром. Подъехав на указанную точку, началась та самая история, которую поймут те, кто работал в такси. Я звоню, говорю, мол, я здесь на месте. А я первый раз в этом городе. Ничего не знаю, ничего не понимаю. Вроде бы туда подъехал. Звоню человеку. Я-то ждал, что сейчас придет Ирина. Молодая девушка по голосу. Потом выясняется то, что Ирина идет с ребенком. А потом я подъехал, и вот они пришли. Все, я вот останавливаюсь с правой стороны, рядом со связанной машиной. Белая. Жду вас. Штагадандай, штагадандай. Жду своих клиентов. Надо попить, блин. Вот они, подошли. Здравствуйте. На сегодняшний день я буду вашим драйвером. Я вас доставлю из точки А в точку Б с максимальным комфортом. Машина рассчитана на три человека. Вас четверо? Посередине. Один еще человек впереди. Ну, садитесь, усажусь. Здравствуйте. Если хотите, я могу в вашу вещь положить в багажник. Удобно? Всем комфортно? Нормально. Итак, дорогие мои дамы. Я просто офигел от того, что пришло четыре человека. Я отождал одну девушку, но машина пятиместная. Мы все с комфортом уселись. И с улыбочкой, с приветливыми дамами я поехал в пункт Б. Я просто начинающий водитель в ин драйвере. Опыт у меня большой. Довезу вас к комфорту, можете не переживать. Ну, вот он мне показывает просто адрес. То, что мы сейчас с вами выезжаем направо и по прямой. Ну, если хотите, вы мне можете дорогу сказать, я повезу вас. Как вам комфортнее. Не, я просто... Нам нужно сказать по адресу и все. Ну, и в силу того, что город небольшой, пробок нету, доехали мы быстро. Тогда вы мне только подскажите, мы сейчас с вами заезжать во двор будем? Вот сюда. Правильно? Вот этот подвесок. Так, я вас запаркую здесь, чтобы вам удобно было уходить. Спасибо за повестку. 100 рублей. Все, я надеюсь, вам было комфортно. До свидания. Мы сделали с вами первый заказ. И знаете, что это значит? У меня есть своя соточка. Люди, соточку сделал. Подсчеты мы с вами закончим. К концу видеоролика, сколько реально можно было бы заработать за 8 или 10-часовой день. Но обо всем по порядку. Сейчас мне нужно поймать следующий заказ. Время, деньги. Заказы. Я их уже ловлю. Они реально есть, прилетают. Но смотрю сразу расстояние, как далеко ехать. И поэтому пока сейчас будем возвращаться. Поищем кого-нибудь поближе. Заказы вылетают примерно один заказ в 3-5 минут. Что я понимаю? Можно хватать все подряд сразу. Особо даже толком не торговаться, когда речь идет о коротких поездках. 100-150. Сколько человек поставил? Прям пух. Соглашаешься и летишь. Вот сейчас кто-то выбрал непосредственно меня. Предложил работу за 130 рублей с вокзала. Я поставил 150. Человек согласен. Я выезжаю к нему. Я перестраховался. Поставил время прибытия через 10 минут. Но я приеду, скорее всего, быстрее. Потому что по прямой он здесь вроде бы неподалеку. И пробок здесь нет. Дорожка здесь так себе. Но сейчас посмотрим. Есть подозрение, что вот он идет. Мой клиент Николай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы? Да. Присаживайтесь. Меня зовут Дмитрий. И сегодня я буду вашим драйвер. Здравствуйте. Хорошо. Так, мы едем на ЖД вокзал. Понял. Вы не опаздываете? Нет, у меня свободная графика. Вам комфортно? Вам подогрев? Вообще нет. Все классно, да? Да, все. Ну, отлично. Ну и поехали. Как мне кажется, люди, конечно, удивлялись то, что подъезжала белая БМВ в дальнейшей ей, моей машине, даже отвесит комплимент. Но со всеми я общался культурно, деликатно и людям это нравилось. Так, смотрите, железный дорожный вокзал слева. Я вас сейчас аккуратно останавливаю, чтобы вы могли выйти и перейти дорогу через пешеходный переход. И вы, собственно, на месте. Стоимость нашей с вами поездки составила 150 рублей. Я вас сейчас остановлю там, да. По номеру телефона можете. Да, конечно. Я надеюсь, вам было комфортно, вам все понравилось. До свидания. Вещь не забывайте. Опа-на, опа-на, ребята. Сюда, пожалуйста, посмотрите. Сбербанк пополнил на 150 рублей. Это значит, я уже сделал второй заказ за 37 минут. Я еду делать следующий. Так-то в Москве у меня бизнес. Свои автосалоны у меня там. По банкам я занимаюсь. У меня там я актер вообще в целом. Меня Москва знает. Ну вот, куда мы поедем с вами за 150 рублей? Куда скажете, туда и повезу. Ребята, в тему начинаем вливаться. Я понимаю, что я сейчас на вокзале. Время полтретьего. Не так много еще люди работают. Но, тем не менее, я попробую поймать заказ отсюда, потому что вокзал. Вокзал это всегда жирненько. И вот хочу от себя добавить, что одни скажут, что работать с водителем не выгодно, не интересно. При этом, я вам скажу так, что по практике, по опыту водителей здесь полно. Выставляют заказ, еще надо успеть схватить его. И что делает InDriver? Он сейчас ищет себе партнеров, которые помогут развивать сервис в городах с населением до 200 тысяч человек. Вот если вам это, в принципе, интересно, вы хотите попробовать стать инвестором, посмотреть как что, в описании я оставлю специальную ссылку, где вы можете заполнить заявку. Поймите, с вами созвонится человек, и все вам детально, подробно расскажет. Что вы делаете, как вы это контролируете, прогнозируемые доходы, расходы, все в открытую вам рассказывают. Если вас устраивает, соответственно, вы бьете по рукам и приступаете к действиям. Вы работаете на своей работе, но при этом ребята катаются, зарабатывают и себе деньги, и вы получаете с этого дополнительную комиссию. Хотя, чего мне ожидать новый заказ здесь, когда Лиза готова поехать со мной за 100 рублей, 5 минут на подачу, предлагают свои цены. Ну вот как это выглядит, видите, раз человек предлагает свои цены, вот он, может быть, предложил тоже 100, но 3 минуты подачу. Хотя я посмотрел, тут 3 километра до нее ехать, 3, соответственно, я могу опоздать. Нет, она выбрала меня, все. А я, соответственно, не должен опаздывать, я уже стартую в ее сторону. Вот, нарушают пешеходы. А времечко-то мое тикает, 3 минуты осталось на подачу. Я на месте, ребята, первый, второй, третий подъезд, она сказала. Ну все, сейчас будем ожидать. А вот и мой новый клиент, знакомьтесь. Меня зовут Дмитрий, сегодня я буду вашим водителем Ван Драйвер. Вы не торопитесь? Нет. Я просто постараюсь привести вас максимально комфортно и плавно. Скажите, а вот этот сервис часто используете вообще? Нет, второй раз. Пока был первый. Недавно установили? Ну да. Друзья посоветовали? Да. Ну, посоветовали с каким предлогом? Что удобно, что по цене можно договариваться? У меня сестра ездит к репетитору, и просто неудобно вызывать, звонить вот этому оператору, и 10 минут ждать звонков. А мы посоветовали в приложении, говорят, там будет видно, сколько приедет водитель. Да, и цену нужно установить. Ну, цену вообще сейчас просто так наобум, я и готова была за 150 ехать. Я просто поставила, и вы... Но я быстро у вас заказ поймал. Короче, пока что у вас впечатление от сервиса положительное. Да. Насколько я знаю, у вас сейчас здесь, именно через этот сервис очень много уже, именно водителей появляется. Как бы, я даже вот сейчас сам смотрел заказы, то есть вылетает заказ, и он буквально в первую минуту его уже разбирают. То есть ждать особо не приходится. Знаете, это очень удобно, потому что я вообще живу в большом городе, и я привыкла, там, Яндекс.Такси, ты себе вызвал в приложении. И когда я приехала в такой маленький город, мне стало неудобно взванивать все фирмы, говорить откуда и куда, а потом они еще призвали, через пять минут и говорят, через сколько подъедет водить. Ну да. А тут, получается, вы зашли, точечку поставили, свою цену озвучили. Если водители не устраивают, он может вам цену поднять, вы договорились и поехали. Так, подъезд вам какой удобней? Да, вот этот четвертый подъезд получается. Все, вам спасибо за поездку, надеюсь, вам было комфортно. До свидания. А я вам задача дала. Создать? А, ой, извините, я не обратил, я на подлогу, вы 100 просто дали и все. Принешу свои извинения. Держите 400 рублей. Спасибо большое. Все, вам хорошего дня, до свидания. Чуть произошла неловкая ситуация. Она, в общем, дает 500 рублей, при том, что у нас поездка стоила 100. И говорит такая, а я ей уже все, счастливого пути. Она, опс, а я вам создать дала. Я-то думаю просто, что сотка и сотка. Даже проверять не стал. Хотя это была моя хитрость. Я очень быстро становлюсь прошаренным, друзья. Я хочу сделать заказик, еще один, для того, чтобы было все красиво за час. Я назвал 150 рублей и 7 минут подачу. Это четвертый заказ. Если сейчас получится, то в совокупности, условно, я за час сделал бы 4 заказа. Ожидаем ответа. Ну, почему-то мне кажется, что меня сейчас сольют. Не захотят они ехать со мной за 150 рублей. Но я жду. Предложение, ребята, отклонено. Вот эта система, открытый торг, правильно, это называется бидинговая система. Здесь нет никаких алгоритмов, как бывает у других агрегаторов. Здесь непосредственно ценник назначает только человек. Как я вам об этом сказал. Опачки, ребята. Поймал заказик. В обратную сторону надо развернуться. Надо крутиться и вертеться. Потому что заказ, который я поймал, он прямо здесь недалеко от меня, но он в обратную сторону. Я уже лечу за ним. Поставил время подачи 3 минуты, но я думаю, я сделаю это за полторы минуты. А вот, собственно, идет Иван, если не ошибаюсь, докуривает и присаживается. Здравствуйте. Вам комфортнее будет, наверное, назад. Я вам специально подвинул сидение. Иван, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Сегодня я буду ваш ин-драйвер. Не торопитесь? Не-не-не. Все, полетели. Часто пользуетесь, да? Смотрю, у вас рейтинг прям высокий. 7,6 поездок. Часто часто. Я ваш 77-й. Авто хорошее у нас. Авто хорошее у нас. Авто хорошее у нас. Стараюсь быть хорошим водителем. Быстро обычно водители вообще приезжают по этому сервису. Просто сейчас девушку вез, она довольна. Бывает. А я прям у вас, вы мне повезло с вами, я прям мимо проезжал и смотрю, ваш заказ вылетел. А в среднем поездка по городу сколько так? 100-200, я так понял, правильно? 100-150. 100-150. Слушайте, какая средняя в целом зарплата по городу? Вот так вот, если в среднем на работах, где кто работает? Ну, в городе. Здесь особо не платят, а все в Москве, под Москвой работают. А так в городе, ну, я не знаю, 1030, наверное. А на Москву работать, это получается, железнодорожного вокзала каждый день? Насколько ехать примерно? 1 час 50. До Павелецка, наверное? Где Ярославск. Вот здесь остановлю. Все, Иван. Все, спасибо. Все удобно. Рублей. До свидания. Так, стоп, стоп. Оп, вперед. Хороший. Да, спасибо вам тоже. Итак, ребята, еще одна соточка у меня в кармане. Итого за час, ну, чуть больше, чуть больше 450 рублей, чуть больше часа. В любом случае, давайте сейчас где-то запаркуемся красиво, и я произведу подсчеты, сколько мне удалось заработать водителем InDriver за один час в городе Александрово. И вот сейчас начинается самое интересное. Мы начинаем считать наши денюжки. Что мы делаем? Сначала мы с вами заходим в личный кабинет, где я вам показываю. Вот она статистика. 450 рублей я сегодня сделал за один час, но это грязными. Комиссия составила 48 рублей 70 копеек. И вот давайте я сейчас при вас буду считать, а те, кто продвинутые водители, поправят меня, где я ошибся. Но я постараюсь все сделать максимально объективно. Мы возьмем в расчет, что за час я заработал 450 рублей. За этот час я проехал 20 километров. Что мы делаем? Первым делом мы отнимаем 50 рублей, это комиссия. Далее, как посчитать расход топлива? У меня автомобиль питается сотым бензином, стоит это 56 рублей за один литр. Например, расход топлива средний у меня 10 литров на 100 километров. Я проехал 20 км, что значит, я потратил примерно 2 литра на этот километраж. А это значит еще 110 рублей минус. Но вот здесь начинается самое интересное. Друзья, по-хорошему нужно высчитывать, сколько идет полный расход по вашему автомобилю за один километр. Куда включается не только расход топлива, а обслуживание техническое, лицензии, страховки. В общем, все то, что вы тратите на автомобиль, считается. И таким образом можно высчитать среднюю цифру владения за один километр. Например, это может быть 10 рублей. Проезжаешь ты 10 километров, умножай на 10, получается 100 рублей. Сразу вычитай на последующие расходы. В моем случае я сейчас сходу не скажу, сколько автомобиль мне обходится. Но если бы я работал бы на постоянке, понятно, что на BMW, я бы не пошел работать водителем. Я бы для этого себе купил бы Solaris, Kia Rio, Skoda Octavia. В общем, то, что обходится по содержанию дешевле. Но для чистоты и для честности я отниму, допустим, 90 рублей. Допустим, просто я отнимаю еще 90 рублей, если бы это был автомобиль попроще. Вот сейчас у меня получается так, что чистыми на руки у меня остается 200 рублей за один час. И вот что такое среднее 200 рублей за один час? Вот когда мы ехали сейчас с Иваном, я не просто так у него спросил, какая средняя зарплата по городу. 30 тысяч рублей, вы слышали, это он ответил. Мы с вами пойдем по простому пути. 200 рублей я умножаю на 8. Почему 8? Ну, 8-часовой рабочий день. Предположим, что часик вы пообедали и так далее. 1600 рублей чистыми у вас выходит за смену. Это примерно, потому как работал я. Умножаем на 24 дня. В месяце 24 рабочих дней. Итого 38 тысяч 400 рублей. Это ориентир, чистый доход, если работать ин-драйвером вот в городе Александров. Соответственно, если работать больше, если работать усерднее, если у вас автомобиль потребляет меньше топлива, вы на него тратите меньше денег по обслуживанию, я думаю, при всех прочих равных чистыми можно бы делать 1050. При том, что вы работаете 5 дней в неделю условно. И 2 дня у вас полноценный выходных. Если работать постоянно больше, ну, я лишь могу спрогнозировать, ну, сколько? Тысяч, я думаю, 60-80 в этом диапазоне, если прям усердно работать. Если я не прав, вы профессиональный водитель, профессиональный таксист, и вы знаете, сколько в реале получать будешь, надо смотреть. Добавлю пару историй. Люди есть разные. Есть те, кто готовы работать, сел, пошел, давай, за любой заказ хватается, а есть те, кто работать не хотят. Он поездил, поездил чуть-чуть, не спеша, не расторопный, и за час можно заработать даже не 450 грязными, а там заработать, не знаю, 200, две поездки сделал, потом все плохие, сидишь, ждешь какое-то выгодное предложение, чтобы из точки А, где ты стоишь, подхватить заказ и уехать хрен знает куда. В целом, от себя, вот если бы вы меня спросили, какие впечатления, какие эмоции, да нормально, один-два заказа ловишь, с третьего, с четвертого, ты уже вливаешься, я думаю, день-два так поработает, да и что, вошел в раж в кураж. Мало тебе, получай образование, иди развивайся, работай больше, то есть здесь уже выводы делать вам. Я считаю, что я все показал честно, объективно, без каких-то либо приукрас, типа за час сделал полтораху чистыми в провинциальном городе. Нет, блондин делает, все честно и откровенно. И я вам напоминаю, что сейчас Эндрайер активно открывается в небольших городах с населением до 200 тысяч жителей, и тут ищет партнеров. Если вдруг среди вас есть желающие посотрудничать, поработать, в описании вас ждет ссылка на заявку, заполняйте ее, с вами свяжется менеджер, и все вам детально расскажет. Ну а я покидаю город Александров и делаю подвод для этого сюжета. Мне было интересно принять участие в компании Эндрайвер, поработать, посмотреть, как это, окунуться в другую жизнь, в другую реальность. Я специально согласился на то, чтобы поехать подальше от Москвы. Кто хочет, пожалуйста, ссылочка ждет вас в описании. Кто хочет, чтобы Эндрайвер работал на него, тоже ссылочка ждет вас в описании. Для меня сегодня был интересный, насыщенный день. Дальше будет больше новых сюжетов на разные темы, поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч всем. Пока-пока.